СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Зачем вы каждый год это делаете? Для чего вам столько людей на режимном предприятии? Столько людей на режимном предприятии нам для того, чтобы объяснить и показать людям, как вы уже сказали вначале, как производится тепло и электричество. Потому что это довольно сложный процесс. И так сложилось, что всегда энергетика была очень закрытой отраслью. И никто никогда не знал, что происходит за этими высокими заборами. Какие там проблемы, как там работает всё это, как люди живут, можно сказать. Потому что энергетика — это отчасти образ жизни. Это призвание, пожалуй, так же, как и быть врачом, так же, как и быть учителем. Потому что от этих людей действительно зависит безопасность, тепло в домах сотен тысяч людей, сотен тысяч барнаульцев. И проводя этот фестиваль, проводя День открытых дверей, мы открываем двери, можно сказать, своего дома, для того, чтобы показать, как мы там работаем, как мы там живём, и насколько это сложный, интересный и увлекательный процесс. И как показала наша практика, не зря мы уже в третий раз решились на такое мероприятие. Это интересно барнаульцам, это интересно людям. Сколько в прошлом году было посетителей? Считали же наверняка? Да, считали мы, каждый год считаем. И в прошлом году к нам в гости на станцию только с экскурсией удалось нам показать наш объект. Тысячу триста человек прошло. Да, это очень много, и мы сами не ожидали. И для нас это такая цифра, когда задумываешься о проделанной работе, кажется нереальным даже немножко, но всё же. И, к сожалению, мы вынуждены каждый год, не можем принять всех желающих, не вмещает станция, нет такой пропускной способности, к сожалению, у нас. Вот как раз по поводу того, кто может стать посетителем вашим, и как вы обеспечиваете безопасность? Всё-таки это режимный объект. Да, безусловно, это режимный объект, и за безопасностью мы следим с большим вниманием, за безопасностью как при нахождении, как при прохождении контроля на станции. Гостем нашего мероприятия, гостем экскурсии конкретно, может стать любой желающий житель России, житель Алтайского края, при наличии документа удостоверяющего личность и при условии, что он старше 10 лет. А до 10 не пускается ли в сопровождении? До 10 лет не пустим, к сожалению. Нужно немножко подрасти, потому что это всё-таки объект действующий, и там происходят механические процессы, там некая вибрация от оборудования. Мы всё же опасаемся. До 10 лет мы не пускаем, но всегда будем рады принять в гости, когда подрастут дети. С 10 до 16 лет обязательно сопровождение взрослого родителя либо родственника. С 16 лет можно при наличии документа самостоятельно. Уже прийти мы пропустим, запишем в журнале все паспортные данные, это обязательно. И после этого пропустим с экскурсионной группой в сопровождении сотрудников станции, посмотреть, как мы там живём. Если к вам приходят тысячи людей, это достаточно получается длительный процесс прохода? Процесс прохода, да, действительно длительный. Мы начинаем экскурсии с 5 часов вечера и заканчиваем, как правило, около 9 часов вечера, то есть за 4 часа мы такое количество людей пропускаем, обрабатываем. В этот период у нас работники станции выходят, безусловно, без них мы бы не справились ни в коем случае. И это и сотрудники охраны труда, и инженерный персонал, состав станции, который рассказывает непосредственно на экскурсии, что происходит в данный момент на предприятии. Поэтому здесь большая работа персонала станции, для них это рабочий день. Как можно, далёкое достаточно у вас расположение, не в центре города и далековато, вы будете в этом году, как и прежде, обеспечивать каким-то образом подвоз желающих посетить? Обязательно. Для тех, кто на автомобиле, у нас перед территорией станции будет организована дополнительная парковка, но мы понимаем, что всем её не хватит по опыту прошлых лет, и мы предлагаем всем автомобилистам, и не только автомобилистам, тем, кто ездит на общественном транспорте, доезжать до торгового центра «Арена», оставлять свой автомобиль там, и уже оттуда с 16.30 до 23.30 туда и обратно будут ходить бесплатные автобусы, трансфер, который привезёт вас к нам, и когда вы захотите, увезёт обратно. То есть он будет постоянно двигаться? Он будет каждые полчаса курсировать туда и обратно в оба направления. Скажите, пожалуйста, Настя, вообще вот такие мероприятия, они горожанам что дают? Просто развлёкся, пришёл? Или вы каким-то образом отслеживаете? Быть может, кто-то приходит в профессию, либо это невозможно на таком этапе отследить? На таком этапе это отследить, конечно, невозможно, но нам хотелось бы верить, что наши экскурсии помогают как раз нашим гостям до 16-17 лет, может быть, определиться с профессией, понять, чего они хотят, и, возможно, поступить в политех, либо в какой-то другой технический вуз, который позволит им потом работать у нас на предприятии. Но отследить мы, к сожалению, не можем. Здесь у нас больше просветительская функция. Мы вот как-то её взяли себе и стараемся рассказывать очень простым языком о том, как это всё функционирует. То есть сегодня буквально инженеры сидят и рассчитывают, сколько лампочек обычных можно зажечь, используя вырабатываемую ТЦ-3 электроэнергию, сколько чайников можно вскипятить с водой, и сколько чашек чая можно заварить. Вот сегодня посчитают, и на экскурсию мы обязательно расскажем об этом. Теперь придётся приходить. Да, приходите обязательно. Ну, на самом деле, мы проводим экскурсию не только в этот день. Просто потепление, оно выбрано, и фестиваль было решено проводить как праздник в честь окончания отопительного сезона. Потому что для нас отопительный сезон – это один из важнейших этапов в работе. У нас есть два этапа – это отопительный сезон, который длится в Барнауле больше восьми месяцев, и межотопительный сезон, когда мы приводим оборудование в порядок, когда мы ремонтируем, когда мы ремонтируем сети. И вот мы этот переходный период таким образом показываем горожанам и рассказываем, чего же у нас происходит, и как это на них скажется, что им это даст. Каждый год у вас какая-то определённая направленность, всё равно выбрана вашей, назовём её там, беседой, экскурсией. В этом вы будете делать акцент на экологию. Почему? В этом году мы… Это общий тренд, скажем так. И проблемы экологии волнуют всё больше и больше количество людей. И здесь мы как раз показываем то, как работает предприятие, то, какое влияние оно оказывает на окружающую среду. И расскажем как раз о том, какие электрофильтры у нас на станции работают, что же за дым или пар выходит из наших труб, потому что очень многие интересуются. Вот три башни, которые видно на ТЭЦ-3, когда подъезжаешь к ней, из них идёт всегда такой пар. Многие считают, что это дым. На самом деле это не так. Вот мы развеиваем мифы, это водяной пар, это башня-охладитель. И вот когда к нам на экскурсию приходят, мы подробнее расскажем. То есть там не страшно, не отрава. Это вот как дома воду кипятите, из чайника идёт пар, так же и там. Это точно такой же водяной пар, обычный, самой обыкновенной чистой воды. Ну и плюс на территории самого фестиваля будут организованы различные локации, где можно будет подробнее узнать об экологичном образе жизни, можно будет пообщаться с волонтёрами. Плюс в этом году мы решили для себя поддержать общемировой, скажем так, тренд и организовать на площадке раздельный сбор мусора. То есть каждая бумажка, каждый фантик, бутылка, волонтёры будут помогать определять их в нужный контейнер, и после этого этот мусор будет правильным образом утилизирован. Вот с этой точки зрения мы решили подойти в этом году к организации своего праздника. Я думаю, что действительно нужно привыкать к этому новому. Да, действительно. Потому что праздник посещают 1300 людей, это только экскурсии, а помимо этого праздник посещают ежегодно более... Каждый по одной бумажке 1300 бумажек, а там ещё и ещё что-нибудь можно найти в кармане. Скажите, пожалуйста, а в других городах Сибири, к примеру, проводят подобные мероприятия? Да. Или это только у нас? Да. В других городах присутствует Сибирская генерировщая компания, их 15 в Сибири. Проводятся аналогичные мероприятия, но таких, скажем так, города-коллеги, которые взяли на себя такую ответственность, я считаю, что это ответственность перед горожанами в первую очередь, всего три. Это мы. Второй раз в этом году, тоже 15 июня, аналогичный фестиваль пройдёт в Абакане, на Абаканской ТЭЦ, Сибирской генерировщей компании, откроют двери для горожан, и в Новосибирске. А Новосибирск впервые в этом году, также 15 июня, проведёт в себя День открытых дверей на ТЭЦ-5. Поэтому новосибирцев и абаканцев тоже есть возможность посмотреть, как работают станции. Вы обогнали Новосибирск. Надо же, обычно, центр Сибири бывает первым часто. Вы очень постоянно, я бы даже сказала, приводите каких-то больших гостей. Поделитесь секретом, какая группа приедет в этом году. Приедет ли, быть может, нет? Приедет обязательно. Мы обязательно порадуем Барнаульцев концертом. И в этом году, в отличие от всех предыдущих, у нас ещё будут ведущие очень интересные. Это будут Арсений Попов и Антон Шастун, актёры шоу «Импровизация», которые в стилистике этого шоу будут вести мероприятия, будут вести розыгрыш призов на сцене, где может поучаствовать каждый желающий. И после этого у нас на нашей главной сцене выступит группа «Ома Турман». Поэтому мы всех ждём. Если не удастся попасть на экскурсию, хотя бы прийти к нам на концерт, развлечься и весело, используя, провести субботний день. А какие призы? Разыгрываете, расскажете, на маленькую тайну раскроете? Я думаю, что они как-то должны связаны быть с экологической тематикой, нет? Ну, один из призов – это проход на экскурсию. Потому что, как мы уже из своей практики вынесли, экскурсия – это действительно интересно людям. И те, кто не успевают, они очень расстраиваются. Мы будем разыгрывать часть проходных билетов на экскурсию. А второй приз, один из призов – это велосипед. Потому что экология, велосипед. Нужно сокращать выбросы от автомобилей в воздух, нужно ездить на велосипеде, тем более лето. Предлагаю еще раз проговорить, где встречаемся, где подвоз жителей, где есть точки сбора. И во сколько и когда? Встречаемся 15 июня в 17.00 на Барнаульской ТЭЦ-3. Это улица Трактовая, 7. Туда можно будет добраться от торгового центра «Арена» на бесплатном автобусе. И обратно точно так же можно будет... На них будут какие-то вывозки? Да, на них обязательно будет логотип компании. И будет указан маршрут, куда он везет на потепление, соответственно. Мы ждем с большим удовольствием всех с распростертыми объятиями. Приходите. И если не удастся попасть на экскурсию, то удастся провести с пользой время. А на экскурсию, кстати, мы можем принять в любой другой день. У нас на сайте есть запись на экскурсии на наше предприятие. Можно пройти на сайт sibgenko.ru. Там есть раздел «Запись на экскурсии». Нам записаться, нам придет письмо, и мы в общей очереди поставим и повестим, отдать следующей экскурсии. Там такие же правила. Возраст не меньше 10 лет. Конечно, да. Возраст не менее 10 лет. С 10 до 16 в сопровождении родителя, либо взрослого родственника. С 16 самостоятельно при предъявлении документа. Обязательно с собой паспорт. Обязательно. Либо копию. Спасибо вам огромное и за интересную беседу. И будем надеяться за мероприятие, на котором мы обязательно постараемся побывать. Спасибо. Мы сегодня беседовали с начальником управления по внешним связям алтайского филиала сибирской генерирующей компании Анастасии Лукьяновой и говорили о том, как с интересом и пользой провести предстоящую субботу. До встречи на потеплении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok